Карпаты. Как много в этом слове. Здесь и морозный воздух заснеженных вершин, и запах хвои карпатских лесов, и звук трембиты, что разносится над горами. Уникальная природная жемчужина привлекает внимание туристов со всего света. Горнолыжные курорты знамениты на весь мир и способны удовлетворить запросы даже самого избалованного туриста. Сплав по горным рекам, катание на лыжах и сноубордах, купание в прорубях и дегустация национальных блюд и напитков – это все только малая часть того, что вы получите, посетив Карпаты. История этого региона достаточно обширная и по-своему сложная. Поднятие Карпатского горного массива произошло более 25 миллионов лет назад, и с тех пор его внешний вид ненамного изменился. Источением времени, конечно же, происходили периодические восходящие движения породы. Углублялась гидрографическая сеть, расчленялся рельеф, формировались разные ландшафтные местности. Поверхность песчано-сланцевых хребтов словно пронизана реками Тисой, Днестром, Прутом и их притоками. Среди гор Черногорского, Свидовецкого и других массивов нередко можно встретить ледниковые озера и моренные волны. А вдоль юго-западного края через все Карпаты протянулся хребет, возникший вследствие вулканических извержений и осадочных накоплений. Этимология слова Карпаты, так же как и сам регион, имеет древнюю историю. Считается, что впервые это название использовал Геродот еще в V веке до н.э. Исследуя происхождение слова, ученые-лингвисты определили значение этого топонима как «горный», «камень», «цепь камней». Схожие по звучанию и написанию слова были обнаружены еще в доиндоевропейском языковом субстрате. Еще в Палеозойскую эру на месте современных Карпат существовала горная цепь, которая соединяла Свинтокшиские и Судетские горы с Добруджей. Эта горная гряда называлась Прокарпаты и располагалась на территории современных гор и Прикарпатья. В результате тектонических сдвигов Прокарпаты были полностью уничтожены, а на их месте уже в Мезозойскую эру возникла практически равнинная территория. Интересно, что само появление Карпат произошло благодаря значительному количеству осадков и действиям бассейнов Древнего океана Тетис. В конце Мезозоя океан отступил с этой территории, но под влиянием движения воды менялся и ландшафт. В это время, захватив также период Кайнозоя, началось формирование огромной горной системы, в которой Карпаты выступают центральным звеном. В состав этой цепи входят современные Апенины, Пиренеи, Альпы, Карпаты, Балканы, Крым, Кавказ и Памир. Формирование же именно на Карпат происходило за счет разрушения горных сооружений юго-западной части Восточноевропейской платформы, Келицко-Сандомирского Кряжа, Судет, Прокарпат, Добруджи и Марморожского массива. Вулканическая активность также была присуща этому региону. Множество потухших древних вулканов по сей день находятся на Карпатской земле. Так, например, в самом центре города Хуст на Закарпатье все еще возвышается конус потухшего вулкана. Такие же конусы есть в окрестностях Ужгорода, Мукачево, Берегово. Возле Вышково лучше сохранились вулканические кратеры. Активные вулканические процессы все еще иногда напоминают о себе землетрясениями или оползнями. Например, последнее зарегистрированное землетрясение датировано 1977 годом. Не так давно, если подумать, правда? Регион богат на полезные ископаемые, такие как нефть, газ, марганец, мрамор и множество других. Кроме того, Карпаты могут похвастаться несколькими минеральными источниками, знаменитыми по всему миру и приносящими неплохой доход региону. Воды, насыщенные углекислотой, свалява и поляна квасова, используют для лечения и профилактики болезней желудочно-кишечного тракта. Насыщенные сульфатно-хлоридные воды Моршина и слабо минерализованные воды Трусковца также улучшают пищеварение, помогают очистить организм от токсинов и насытить его необходимыми микроэлементами. Для туристов же Карпаты являются не только великолепным местом, где можно оздоровиться, попивая водичку в санатории, но и способом получить заряд адреналина, покоряя горные вершины. Самые известные из них это Черная гора, гора Петрос, Гутин-Тамнатик, гора Ребра и самая высокая вершина Восточных Карпат, да и Украины в целом, гора Гаверла. Гаверла – гора с правильной конусообразной формой. Исполин, высотой 2061 метр над уровнем моря, располагается на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей, в 17 километрах от границы Украины и Сунинии. Являясь частью Черногорского горного хребта, Гаверла также относится к двум природоохранным территориям – Карпатскому национальному природному и Карпатскому биосферному заповедникам. Конечно же, Гаверла – не самая высокая вершина всей цепи Карпатских гор. Крыша Карпат, гора Герлаховский Штит, высотой 2658 метров, расположена в Татрах, на границе Польши и Словакии. Но, несмотря на уступающие размеры, Гаверла является гораздо более привлекательной для туристов со всего мира. Интересный факт о самом названии горы. Лингвисты выявили похожие слова в нескольких языках, и все они так или иначе, но описывают Гаверлу. Например, немецкое слово «хавер» означает «возвышенность», а венгерское «ховер» – «снежная крепость». Неудивительно, ведь вершина Гаверлы даже в летнее время чаще всего покрыта снегом. Нет ничего удивительного в том, что Гаверла овеяна множеством легенд. По одной из них в древние времена молодой парень Прут и юная прекрасная девушка Гаверла полюбили друг друга. Но отец Гаверлы был против отношений своей дочери с простым юношей и запретил им встречаться. От горя девушка бросилась с обрыва, а на следующее утро на месте долины выросла большая гора. Юный влюбленный Прут долгое время искал свою возлюбленную, поднялся на вершину и больше не вернулся. С тех пор они вместе – прекрасная и величественная Гаверла и мощный поток прута, берущий начало с ее вершины. И, как любая юная особа, Гаверла очень изменчива. Климат здесь непредсказуем. От подножья горы и до ее вершины три климатических пояса. Пояс хвойных лесов с температурой 24-28 градусов по Цельсию в теплое время года и до минус 10-15 градусов по Цельсию зимой. За ним следует умеренно холодная зона. Здесь чаще всего встречается карликовая сосна и сибирский можжевельник. Среднегодовая температура 10-12 градусов по Цельсию. Пояс тянется до высоты 1900 метров над уровнем моря. И третья климатическая зона – это горная тундра. Достаточно прохладный пояс с практически отсутствующими лесами и кустарниками, зато изобилующий мхом или шайниками. Идеальная зона пастбищ для стад карпатских овец, которые покрыты густой шерстью и плохо переносят жару у подножья горы. На прекрасных горных склонах расположены буковопихтовые леса, которые сменяются исключительно елями с увеличением высоты. Папоротники – это еще одна характерная особенность гаверны. Чем старше лес, тем гуще заросли этих растений. И именно отсюда произошла легенда о цвете папоротника на праздник Ивана Купала, который подарит счастье и богатство тому, кто его отыщет. Более ста видов редких растений растут на склонах гаверны. С ранней весны до поздней осени их цветения сменяют друг друга и завораживают всех, кто хоть однажды побывал рядом с самой высокой горой украинских Карпат. Гаверла привлекает цветущими деревьями и кустами. Здесь можно увидеть кусты форзиции золотистой и зеленоватой, кипарисовики, гималайские сосны, павлию пушистую и множество других представителей флоры. Что же касается хвойного леса, то тут тоже есть свои уникальные особенности. С каждым метром в гору еле становятся ниже. На высоте полтора километра начинается Субальпийское криволесье, где встречаются горная сосна, моржевельник обыкновенный, ольха зеленая. На северных склонах морозостойкая горная сосна, на южных сухолюбивый обычный моржевельник. А преодолевая отметку в 1900 метров, криволесье сменяют альпийские луга. Именно между этими двумя поясами растут светло-фиолетовая сальдонелла венгерская и горная, небесно-синяя горячавка, сонтрава, шафран гейфеля и довольно редкий рододендрон. Рододендрон – растение, занесенное в Красную книгу Украины. В основном его бутоны розового, иногда белого цвета. А вот красным, по легендам, он светет всего раз в 10 лет. Согласно поверью, если девушка найдет именно этот красный цветок и подарит юноше, тот будет любить ее всегда и никогда не предаст. Фауна Карпатских гор в целом и гаверлы в частности тоже поражает многообразием. У подножия гор прекрасно существует косуля европейская, благородный олень, дикий кабан и другие млекопитающие. А в зоне тундры обитают рыси, бурые медведи, лисы, волки и мелкие хищники, такие как барсуки, куницы и хорьки. Карпаты считаются домом для большей части орнитологического мира Украины. Здесь можно встретить и привычных нам воробьев, чижей и рябчиков, а также ястребов, соек, глухарей и многих других птиц. Среди присмыкающихся распространены уж, ящерица, саламандра и единственная ядовитая змея в Карпатах – гадюка обыкновенная. Но давайте поговорим об истории этого региона. Первые упоминания о поселениях людей на территории нынешнего Закарпатья относятся к периоду раннего Палеолита. Это около 500 тысяч лет до нашей эры. Римляне, как известно, вели довольно активную захватническую политику и вытесняли многие народы с их земель. Именно вследствие таких вытеснений из долин Сирета и Прута сюда переселились Карпы – одно из фракийских племен. Это, кстати, еще одна версия происхождения названия Карпат, по мнению историков. Дальнейшие археологические свидетельства подтверждают, что уже в древние времена население Карпатского региона имело высокую материальную и духовную культуру, генетически общую с культурой племен Приднепровья, Поднестровья, Лисостепи и Волыни, где происходил интенсивный процесс формирования восточного славянства. Период IX-XI веков для Закарпатья был достаточно значимым, так как эти земли входили в состав мощного восточнославянского государства – Киевской Руси. Затем, до середины XX века, Закарпатия являлась частью Венгерского королевства, Австрийской Габсбургской монархии, Чехословацкой республики, Гартистской Венгрии. А с 1919-1920 годов Закарпатия получила статус автономного региона в составе Чехословацкой республики. В 1939 году, после разделения Чехословакии Гитлером, возникла Карпатская Украина, президентом которой стал Августин Волошин. Но уже через несколько месяцев войска Картистской Венгрии оккупировали территорию всего края и прекратили существование Карпатской Украины. В октябре 1944 года, после вхождения на земли Закарпатья Красной Армии, территория была провозглашена самостоятельным государством – Закарпатская Украина, со своим правительством, Народным Советом. Период самостоятельности тоже не продлился долго. И уже в 1945 году Закарпатье вошло в состав Украинской Советской Социалистической Республики. Люди в Карпатах всегда стремились к свободе и независимости и отстаивали свои земли потом и кровью. На протяжении многих столетий захватчики пытались завоевать свободолюбивый народ. История помнит народные восстания под предводительством Мухи, Семёна Высачана, крестьянскую войну под руководством Дердя Дожа, войну в полках Ференца II Ракоци. Самым известным народным защитником был Олекса Довбуш. Непобедимый гуцул, разбойник, убийца и борец за свободу своего народа. Образ Олекса Довбуша по сей день вызывает живейшие споры историков. История народного мстителя Карпат настолько вдохновила народ, что ей посвятили множество легенд, песен и стихов. Считается, что в детстве у Олексы были тяжелые проблемы с ногами. Но вдруг он неизвестным образом исцелился и стал самым сильным и непобедимым мужчиной. Увидев угнетение и страдания своих родных, юный пастух бежал в горы и присоединился к банде бунтовщиков-опричников, которых потом и возглавил. Легенды и песни гласят, что Олекса Довбуш всегда носил с собой два пистолета, саблю, не расставался со своей курительной трубкой и нагонял страх на шляхту. Закарпатский Робин Гуд, как прозвали его в народе, был статным красивым парнем, которого не брали пули врагов и никто не мог победить в поединке. Олекса пользовался успехом у женщин. Слухи говорят, что в него влюблялись все девушки и женщины, которые его видели. Но самая романтическая и трагическая легенда рассказывает о его любви с девушкой по имени Маричка. Будучи уже женатым человеком, Олекса Довбуш влюбился в замужнюю Маричку и даже спешил к ней со своих повстанческих походов. Ради нее, как говорят, он совершил свое первое преступление – убил паныча, который плохо относился к его Маричке. По одной из версий, погиб Олекса во дворе дома своей любимой. Муж Марички, Стефан, застрелил Довбуша из своего ружья серебряной пулей, ведь другие пули не могли ранить народного героя. А согласно более прозаичной версии, Довбуш был убит группой наемников, которых прислала шляхта. В прекрасной Еремче туристов привлекает тропа Довбуша. Пройдясь по ней, можно прикоснуться к духу истории, почувствовать отзвуки старинных сражений и окунуться в атмосферу дикого повстанческого движения под предводительством Олексы Довбуша. Тропа стелится через гору Маковица и приведет вас к скале Довбуша. Первозданное и прекрасное место, наполненное таинственными слухами и легендами, укрытое густым карпатским лесом и словно защищающее своих детей ополченцев. По легенде, именно здесь, в этих древних пещерах, банда Довбуша пряталась от шляхты и хранила свои сокровища. Многие считают, что глубоко в пещерах все еще можно найти части награбленного золота и камней, которые Довбуш со своими сторонниками отобрали у панства. Легенды Карпат рассказывают много интересных историй о жизни и борьбе вожака закарпатских разбойников. От некоторых даже кровь стынет в жилах. Документально подтверждено, что о резиденции Довбуша был закарпатский поселок Ясиня. Именно этот укромный уголок Закарпатья защищал бунтаря от суровых зим, деспотических шляхтичей и венгерского войска. Там Олег Садовбуш переживал поражения и победы, отдыхал и готовился к новым походам. Отбирал в свои ряды достойных воинов, разрабатывал свою дальнейшую стратегию нападений и мести. Там, в секретных тайниках, закарпатский Робин Гуд хранил важные документы. Путешествуя по этим загадочным местам, вы получите ответы на многие вопросы. Пройдя его тернистыми тропами, сможете понять, почему легендарный закарпатский атаман Олекса Довбуш выбрал именно такую жизнь – храбрую и жестокую, короткую и яркую. Интересная история жизни этого необычного человека поражает. Из невероятных легенд, песен и баллад об Олексе Довбуше становится ясно, что он был неординарной фигурой. Этаким благородным рыцарем и любимцем простого народа, несмотря на его жестокие расправы над врагами. Еще одна легенда достигает V века н.э. Существует мнение, что правитель гуннов Атилла был родом из Закарпатья. Ученые-историки объясняют этот слух тем, что, скорее всего, в этом районе Атилла был похоронен. По легенде, известного правителя похоронили в трех гробах – медном, серебряном и золотом. Несколько доверенных людей перекрыли русло реки Тисы, вырыли глубокую яму и закопали в ней тело Атиллы в трех гробах. Затем они вернули течение реки на свое место. Легенда гласит, что после обряда захоронения другие воины убили тех, кто знал о месте захоронения Атиллы, а их, в свою очередь, расстреляли из луков следующие гунны. Это было сделано, чтобы никто и никогда не узнал место погребения великого царя гуннов. Поговаривают, что тот, кто найдет могилу правителя и освободит Атиллу, тот выпустит в мир невероятной силы катастрофы и беды. Достаточно богато и интересно культурное наследие карпатского народа. Яркие традиции, что зародились еще в древности, сохранились до наших дней. Народные гуляния на праздники, традиционные блюда, рецепты которых передаются из поколения в поколение, песни и танцы – для каждого повода разные. Жители Карпат любят и ценят саму жизнь, прославляют своих предков и природу, среди которой они живут. Многие туристы приезжают сюда как раз в преддверие праздников, чтобы погрузиться в эту атмосферу веселья и сполна ощутить непередаваемый местный колорит. Например, свадебные традиции здесь весьма разнообразны. Свадьба в Карпатах – это уникальный обряд с множеством театральных элементов. Он отражает огромный потенциал народа, его менталитет и приоритеты. Пройдя многовековую историю, некоторые свадебные традиции не теряют своей актуальности и до ныне. Свадебная обрядность условно делилась на три части – сватовство, само празднование свадьбы и послесвадебные традиции. Жених выбирал сватов, которые должны были идти сватать девушку в дом родителей. Обычно это были старшие родственники, друзья семьи и уважаемые в селе люди. От выбора сватов зависел результат и дальнейшее развитие событий самой свадьбы. Переступив порог, сваты должны были получить разрешение войти в дом, поклониться в знак приветствия и благодарности хозяевам. Уточняли, в тот ли дом они пришли и живет ли здесь красивая девица. Родители невесты заранее готовились к приходу сватов. Встречали их с накрытым столом, хлебом с солью. Это называлось гостиной или данью гостям. За обедом сваты предлагали своего молодого человека в мужья девушке. Рассказывали, чем этот жених хорош. Если девушка соглашалась выходить замуж за добра молодца, она выносила рушники и перевязывала ими сватов. Об отказе она сообщала, даря молодому человеку тыкву. Если сватовство проходило успешно, старосты назначали смотрины – знакомство с хозяйством жениха. За две недели до свадьбы объявляли помолвку. В этот день в дом к девушке приходили родители и родственники юноши и садились за стол. Старший в семье должен был накрыть полотенцами хлеб, положить на него руку девушки, а сверху руку парня и перевязывал их рушником. После этого уже невеста перевязывала старост рушниками, а всем присутствующим дарила платки, холстины или сорочки. После этих обрядов девушка и парень считались помолвленными и уже не могли отказаться от брака. Попытка отказаться считалась бесчестием. За это требовали возмещения материальных затрат и платы за оскорбления. В канун свадьбы проводили обряд прощания невесты и жениха с девичьей и мальчишеской свободой, что и называли девичником или мальчишником, и проходили они отдельно в домах жениха и невесты. В день свадьбы жених вместе со своими гостями и музыкантами приходил во двор невесты, чтобы повезти ее в церковь. У ворот и при входе в дом проводились так называемые розыгрыши. От жениха требовали вступительную плату, а также угадать, кто из нескольких девушек и есть его невеста. Для этого выводили подружек невесты, наряженных в старух или цыганок, до неузнаваемости. Уже в доме староста подзывал родителей жениха и невесты, повязывал их рушниками, и они благословляли своих детей на долгую счастливую жизнь. Родители вручали детям верченник или свадебный калач, с которым будущие молодожены выходили из дома. По дороге к алтарю гости, идущие за женихом и невестой, обязательно пели грустные песни, а уже на обратном пути – веселые и заводные. Очень важное место в свадебном обряде имел обязательный танец невесты. Он назывался «Минюсон танц». Считалось, что девушка на своей свадьбе должна натанцеваться вдоволь перед тем, как вступать в замужнюю жизнь. Танцевать с невестой мог кто угодно, но первый и последний танцы должны были принадлежать жениху. Еще один важный ритуал на свадьбе – это расплетенные косы. После «Минюсон танца» девушку усаживали на стул или лавку посреди комнаты, снимали фату, переплетали косы на взрослый манер и повязывали платок, как символ того, что девушка выросла и стала замужней женщиной. На следующий день невеста переезжала в дом жениха. И это тоже являлось одним из обрядов. Все приданное складывалось в повозку. Вместе с невестой в повозке ехали ее подружки и жених с дружками. Свадьбу гуляли три дня. Еще через две недели все снова собирались на куличи. Невеста должна была сама испечь много куличей и накормить свекровь, свекра и гостей, тем самым показав, что она хорошая хозяйка. В каждом регионе Закарпатья сохранились традиционные особенности народной одежды. На протяжении многих веков эти признаки являют собой очень важный источник этнической культуры населения, его верований и эстетических взглядов. В каждой семье традиционно изготовляли разнообразные сорта полотен для одежды, нижнего белья, постельного белья, а также скатерти и тканей хозяйственного назначения. Важная составляющая народного наряда – сорочка. Насыщенную вышивку и декоративные швы размещали на вставке прямоугольной горловины, а также на рукавах и запястьях. Саму же горловину украшают узкой полосой геометрического орнамента. В цветовой гамме предпочтение отдавали бордовому и коричневому. Это характерно было как для женских, так и для мужских сорочек, которые служили праздничной и повседневной одеждой. Женщины шили их не по заказу, а для себя. Ходили в них на свидания, венчались в них, рожали и хрестили детей, отмечали все праздники в течение года. Женский народный костюм отличается многообразием деталей, цветов и особенностей материала. Непосредственно на сорочку надевали безрукавку или лайбик из вельвета или черного велюра с круглым вырезом у шеи и на плечах. Украшалась безрукавка разноцветным бисером, пуговицами и яркой тесьмой. Юбка украшалась орнаментальной вышивкой по нижнему краю с добавкой кружева. Пояс имел тканый орнамент, часто одноцветный. Девушки и женщины носили украшения из цветного бисера, ожерелья из янтаря и цветных камней. На голове у молодых девушек были венки, которые изготавливались из проволоки, обвитой полотном и украшенной разноцветным бисером. В некоторых случаях использовали искусственные цветы. Волосы заплетали в две косы, вплетая в них ленты. Голову покрывали платком. В цветах платков тоже были различия по возрасту. Юные девушки носили яркие цвета, а женщины в возрасте – темные. Что же касается мужского костюма, главную роль в нем играла все та же сорочка. Шилась она из такого же материала, как и женская. Сорочка имела широкие рукава, собранные в сборку у запястья, к которой пришит манжет. На плечах с наружной стороны пришиты прямоугольные заплаты. Длина сорочки была ниже пояса и носили ее на выпуск. Орнамент использовался преимущественно растительный. Его вышивали на воротнике, плечевых заплатах, манжетах, по низу сорочки. Обязательно окончание низа белой ажурной сеткой. В выкат вшивался воротник стойка, который стягивался и завязывался шнурами, свернутыми вручную. Сорочки подпоясывали кожаными широкими ремнями. Низ мужского костюма был представлен широкими холщевыми брюками, чаще всего белого цвета. Их называли гатами. Внизу штанину украшали бахромой. Поверх брюк надевали фартук с вышивкой по периметру и также традиционной бахромой по краям. Обязательным атрибутом была сумка тайстра, также вышитая вручную растительным или геометрическим орнаментом. На ногах у девушек неизменными были белые носки или зоклы и черные ботинки-топанки, а у мужчин – сапоги или чижмы. Украинцы – довольно музыкальный народ, и практически любое действие, будь то свадьба или сбор урожая, народные праздники или вечерницы, всегда сопровождается музыкой и песнями. В Карпатах распространены несколько характерных для этой местности музыкальных инструментов. Основным и, наверное, самым известным из них является трембита. Уникальный по внешнему виду и характеру звука инструмент, который жители Гуцульщины и Буковины использовали как своеобразное средство связи. Размеры трембиты достигают около 8 метров. Громкость воспроизводимого звука равняется 2,5 октавам, а звук способен расходиться более чем на 10 километров. Трембита еще с древности созывали стада домашних животных, приглашали в гости и даже оповещали о трагедиях. В старину гуцулы верили, что производить трембиту следует только из дерева, в которое ударила молния, чтобы сохранить силу творца в звуке. Интересный факт. Некоторые культуроведы и историки Украины верят, что именно использование трембиты во время выступления Русланы Лыжичко на Евровидении в 2004 году принесло ей победу. Цимбалы – еще одна визитная карточка карпатской музыки. Если трембиты – это звук горных склонов, то цимбалы – это танцы и радость. Еще с 17 века этот музыкальный инструмент служил аккомпанементом ко всем праздникам и гуляниям жителей Карпат. Цимбалы – это плоский струнный инструмент, который издает звук после удара специальными палочками или пощипывания. Кобза и Бандура – колоритные струнные музыкальные инструменты, очень похожие между собой. Разница между ними в их стоимости и количестве струн. Кобза считалась дешевым инструментом для простого населения и имела всего 25 струн. Бандура же изготавливалась из более дорогого материала, насчитывала 65-80 струн и чаще всего встречалась в домах богатых людей. Примечательно, что Тараса Шевченко, знаменитого украинского поэта, писателя, художника и фольклориста, чаще всего изображают именно скобзой в руках. Не стоит забывать и про украинскую волынку дуду. Дуда также известна как коза, мех или баран, потому что изготавливается из выделанной кожи ягненка или козы, дополняется трубкой и пищиками. Уникальность и популярность в большинстве своем среди пастухов дуда приобрела за счет сохранения большого объема воздуха внутри мешка. Это давало возможность музыканту не дуть в резервуар постоянно, а иметь возможность подпевать себе. Удивительно и совершенно природа Карпат. О ней пишут песни и стихи, снимают фильмы и с нее пишут картины. Величественные горы, укутанные в густые тенистые леса, ледяные шапки вершин и снежные склоны, исперещенные лыжней и следами диких животных. Карпаты прекрасны в любое время года. Уникальная и прекрасная природа Карпатских гор не перестает восхищать. И как бы популярна не была зима в горах, не стоит умалять значение других сезонов. Весна приносит с собой запах свежей травы на горных склонах и лугах. Природа пробуждается, сбрасывает с себя теплое снежное одеяло, умывается теплыми водами и надевает яркий зеленый сарафан. Распускаются цветы и заполняют потрясающим запахом горные склоны и равнины, дворы и ресторанчики. Проникают в души людей и остаются в них приятным теплом. Природа щедро одаривает карпатскую землю плодородием, богатствами и самой жизнью. Весна – прекрасное время для поездки в Карпаты всей семьей. Проведение медового месяца среди буйства цветущего ковра и сочной зелени и просто отдыха в удивительном месте. Ранней весной уже нет такого ажиотажа на горных склонах, но снег все еще позволяет насладиться катанием на лыжах, санках и сноубордах. Если вы отдаете предпочтение спокойному отдыху на лоне природы, весна в Карпатах – самый лучший вариант. Множество гостевых домиков и курортов находятся в непосредственной близости ко всем чудесам матушки природы. Вы сможете воочию увидеть, как трескается ледяная корка на горных реках и озерах, наблюдать, как распускаются первоцветы и вдыхать их нежный аромат полной грудью. Карпатская земля, пробуждаясь от зимнего сна, становится поистине прекрасной. А поздней весной цветочный ковер, покрывающий горные склоны, способен впечатлить даже самых опытных путешественников. Сказочные цветные пейзажи ожидают вас здесь поздней весной. Пышные ковры из горных цветов и кустарников создают лучшие условия, чтобы отстраниться от повседневных забот и с головой окунуться в восхитительный мир весеннего пробуждения. В начале мая в Закарпатье зацветает знаменитая долина нарциссов, радуя посетителей своим белоснежным очарованием. К слову, весна в Карпатах – это уникальное время года, когда любители экстрима все еще могут побудоражить свою кровь катанием на лыжах или сноубордах, оценители спокойного и неспешного отдыха привезут с собой из отпуска ровный весенний загар. Таяние снежных шапок с приходом весны наполняет карпатские реки и делает их достаточно полноводными для рафтинга. Спуск на байдарках или катамаранах по горным порожистым и избилистым рекам точно заставит ваше сердце биться в сумасшедшем ритме от восторга и адреналина. А уж карпатские водопады весной заставят влюбиться в них с первого взгляда и на всю жизнь. Ближе к лету Карпатые подарят возможность ощутить неповторимую атмосферу древних гор, густого леса и исследовать легендарные тропы, наполненные историями и сказаниями. Только посмотрите на эту невероятную красоту! Представьте, как приятно вдыхать этот чистейший воздух, чувствовать, как ваши легкие и каждую молекулу заполняет свежесть с запахом хвои и мха, как невероятно потрясающе бродить по горным тропам, узнавать лесные тайны и слышать отголоски древних легенд. И как замечательно, вернувшись к вечеру, устроиться на веранде гостевого домика с чашкой травяного чая и ощущать всеми органами чувств эту удивительную природу. Осенняя природа Карпатских гор – это, наверное, еще одно чудо света, пусть не признанное официально, но не менее прекрасное. Когда зелень густых лесов меняет свои одежды и склоны покрываются оттенками золота и янтаря, Карпаты становятся удивительно красивыми. Горные реки замедляют быстрое течение, как бы подготавливая окружающую природу к приближающемуся зимнему сну. Жители собирают урожай, отдают дань плодородию прошедшего сезона и делают заготовки на зиму. Посещение Карпат именно в осенний период даст возможность наиболее полно насладиться временем отдыха. Даже с учетом чистоты дождей и ветров, хорошая погода в горах не редкость. Температура воздуха идеально подходит для пеших прогулок по горам и часто держится на уровне 15-20 градусов по Цельсию, 59-68 по Фаренгейту. Преображенный лес потрясает разнообразием красок и пестрит яркими оттенками желтого, красного, оранжевого, зеленого, коричневого и других цветов. А если вам посчастливилось остановиться на берегу озера, то все это многоцветие, отражаясь в зеркальной глади воды, увеличивается вдвое. Это ли не сказка? Находясь в Карпатах осенью, вы больше всего погрузитесь в спокойную атмосферу, где нет лишнего шума и все вокруг настраивает на то, чтобы вы сфокусировались на собственных желаниях и целях. Такое умиротворение располагает к поиску гармонии с самим собой и отдыха, конечно же. К слову, жилье в Карпатах осенью наиболее дешевая. Так что, если вы хотите провести свой отпуск поближе к природе, но подальше от толпы, то осень – наиболее удачный вариант. Наиболее оптимальным для приятного и комфортного отдыха в Карпатах является сентябрь. Летняя жара уже спала, а заморозки еще не наступили. К тому же теплая погода еще не омрачена с лякостью и грязью, как бывает во время октябрьских дождей. В сентябре наступает сезон сбора грибов, коих в Карпатском лесу несметное количество. Ароматные белые, сыроежки, боровики и всевозможные виды опят, не говоря уже о шампиньонах, потрясающее изобилие форм, запахов и видов грибов. Микологи всего мира уже давно убедились в своеобразном грибном феномене Карпатских гор. Что немаловажно, грибы в карпатских лесах экологически чистые и богаты на большое количество полезных веществ и микроэлементов. Широко известно, что грибы по своей энергетической ценности не уступают даже мясу. По количеству белков и жиров грибы значительно превосходят хлеб, крупы, говядину и рыбу. Грибы содержат серу, цинк, калий, натрий, железо, медь, йод, марганец, а также фосфор, кальций и около 8 аминокислот. В таком сочетании эти вещества активно стимулируют пищеварение, а металлы полезны для кровообращения. Осенний лес также полон ягодами и травами, которые широко известны своим неповторимым вкусом и потрясающим целебным эффектом. Знаменитый карпатский травяной чай собирают именно осенью, когда весеннее и летнее солнце полностью напитало растения своим теплом и необходимыми полезными свойствами. Брусника, черника и даже малина в огромных количествах произрастают в карпатском лесу. Только успевай собирать! А уж сколько витаминов в этих ароматных ягодах! Ну и, конечно же, самым потрясающим воспоминанием об осени в Карпатах станет прогулка к озеру Синевир. Морское око, как величают Синевир местные жители из-за дивного мини-острова в центре озера, это уникальное место. Чистая холодная вода озера не позволит вам в нем искупаться. Но вот покататься на плоту, наслаждаясь удивительными пейзажами вагряного леса, вы вполне сможете. Вокруг озера расположился национальный парк с небольшой туристической базой. Здесь вы сможете остановиться на ночь, если не успели уехать до наступления темноты, и попробовать знаменитую национальную кухню. А если повезет, то и попасть на ежегодный музыкальный фестиваль. Но особое внимание привлекают, конечно же, зимние месяцы. В это время года природа Карпат потрясает своим мастерством играть всего двумя цветами – белым и синим. Сложно представить, что такую красоту можно наблюдать вживую. Плотный и скрипучий снежный ковер покрывает горные склоны. Реки и ручьи превращаются в ледяные шедевры и ослепляют своим блеском. Рассветы в Карпатах зимой заслуживают отдельного упоминания. Представьте себе могучие горные вершины и плато, покрытые снегом, и восходящее над ними солнце. Его лучи под влиянием мороза и ветра приобретают нежно-розовый оттенок и окрашивают все вокруг в неожиданные, но не менее завораживающие цвета. Если вам когда-нибудь представится возможность побывать в Карпатах зимой, обязательно постарайтесь встретить рассвет на вершине. Эти воспоминания и незабываемые ощущения без сомнения останутся на очень долгое время. Знаменитое озеро Синевир зимой совершенно не замерзает. Даже самым сильным морозом не под силу справиться с 24-метровой глубиной морского глаза Карпат. Зеркальная гладь озера распространяет холодное спокойствие и отражает потрясающий пейзаж заснеженного леса. Карпатские водопады зимой – это по-настоящему невероятное зрелище. Возьмем, к примеру, Манявский водопад. Самый высокий в Украине потрясающий горный водопад роняет свои воды с высоты 18 метров. Но только представьте, что происходит зимой. Холючий мороз и стабильно низкие температуры превращают водный поток в невероятные ледяные скульптуры. Огромная стена воды застывают во времени причудливыми ледяными формами, в очертаниях которых можно рассмотреть что угодно в зависимости от полета вашей фантазии. Множество памятных мест в Карпатах с приходом зимы приобретают еще больше очарования и кажутся сказочными. Старинные замки, усыпанные снегом, кажутся нарисованными талантливым художником, а не реальным местом, в котором когда-то жили семьи богатых купцов, князей и прочих власть имущих. Любители активного отдыха приезжают сюда, зная, что Карпаты обеспечат им незабываемый отпуск на любой кошелек. Здесь и дорогие всемирно известные курортные центры вроде Буковеля и более демократичные отели и гостевые домики практически у подножья гор. Что же касается развлечений, то здесь ваша душа может разгуляться на полную. Сноуборды и лыжи, спуск на санках и катание на коньках – это только самое основное. Возьмем, к примеру, скоростные снегоходы. Во время такого катания вы сможете насладиться скоростью в сочетании с фантастически красивой природой Карпатских гор. Или прокатитесь по карпатскому лесу в упряжке с хаски. Откройте для себя зимний пейнтбол и отдохните во время рыбалки в одном из форелевых хозяйств. А для самых смелых и бесстрашных есть зорбинг. Только представьте, огромный прозрачный надумной шар, сделанный из высокопрочного технического пластика, несется вниз по горному склону с огромной скоростью. А внутри этого шара – вы. Конечно же, о безопасности такого средства передвижения позаботились разработчики и строго следят инструкторы. Ну а после насыщенного дня, полного приключений, адреналина, веселья и доли страха, всех гостей ждет великолепный традиционный украинский ужин. Украинская кухня богата и разнообразна. Знаменитый борщ, например, каждая хозяйка готовит по-разному. В частности, в Карпатах традиционно в борщ кладут красный сладкий перец. Конечно же, на столе обязательно должны быть вареники с разными начинками и мисочка сметаны или домашних сливок, обязательно свежих. Различные соленья, домашние колбасы и копчености, сало и множество других традиционных блюд. Объединяет все это гастрономическое великолепие одно – все это невероятно вкусно. Серебряная земля, как еще называют Карпаты, просто поражает вариативностью блюд. Закарпатские вкусности представляют собой как всем известные и любимые блюда, так и неожиданные гастрономические сочетания. Кроме привычных и обязательных явств, гостям региона предлагают продегустировать необычные и иногда неожиданные кулинарные шедевры. Например, бануш. Блюдо возникло, когда у жителей Закарпатья из продуктов оставались только сметана и кукурузная мука. Традиционно эту закуску готовят мужчины, а в каждом дворе обязательно должно быть подготовлено место для варки бануша. Настоящий гуцульский бануш готовят на открытом огне в огромном чугунном котле, непрерывно помешивая блюдо исключительно деревянной ложкой по часовой стрелке или, как говорят гуцулы, в направлении солнца. Подают бануш традиционно со шкварками или соленой брынсой, что делает сливочный и нежный вкус блюда более пикантным и интересным. Мамалыга, затирка, грибная зупа, кныш и множество других не менее уникальных и интересных блюд пришли на карпатскую землю от соседей. Румыния, Венгрия, Польша, Словакия и даже немного Сицилии подарили карпатской кухне огромное количество идей и блюд. Но к каждому из них украинцы добавили свой личный уникальный колорит. Своебразная изюминка, характерная только для этого горного региона, лесной дух, свежесть горных рек и запах свободы чувствуются в каждом приготовленном руками карпатских хозяек блюде. К сожалению, горные ландшафты Карпат не позволяют жителям этого региона выращивать большое количество сельскохозяйственных культур. Но талантливые и трудолюбивые гуцулы берут все, что может предложить им украинская земля, отдавая взамен свою безусловную любовь и заботу. В низинах, благодаря более теплым климатическим условиям, с успехом растут картофель, сахарная свекла, кукуруза, чай и табак. Также карпатская низменность отлично подходит для виноградников. Не упустите возможность продегустировать местные вина из ягод, созревших под ярким горным солнцем, и напитанных родниковой карпатской водой. Знаете эту фразу? Вино на вкус, как солнечный свет. Она превосходно подходит для описания местных напитков. Более высокие земли обрабатываются и засеваются более холодостойкими культурами. В основном это кормовые зерновые, картофель, лен, бобовые и многолетние травы. Всем известно, что карпатские травы – это кладезь полезных свойств. Знаменитый карпатский травяной чай может успокоить расшалившиеся нервы, унять головную боль и даже помочь с пищеварением. К тому же процесс сбора лекарственных и душистых трав может превратиться в интересное приключение. Конечно же, каждая хозяйка на своем участке выращивает множество других овощей и фруктов. Капуста, морковь, баклажаны и помидоры, ароматные ягоды и душистая зелень встречаются повсеместно, стоит только зайти во двор. Многие жители сельской местности держат крупный и мелкий рогатый скот. Коровы, козы и овцы пасутся на горных склонах и питаются сочными свежими травами. Молоко, домашняя сметана и сыр разительно отличаются по вкусу от тех, к которым мы привыкли. Есть в них некая сладость, присущая только натуральным домашним продуктам. Курочки, утки, гуси и даже домашние кролики, также частые члены украинского домашнего хозяйства. И с приходом летнего тепла почти из каждого двора слышен громкий писк маленьких птенцов. Еще с давних времен горы – это место, где душа расслабляется, дыхание становится чище и чаще. Все плохие мысли покидают разум. Красота величественных Карпат невероятно и неоспоримо. И зимой, и летом здесь огромное количество туристов. Кто-то предпочитает адреналин и покоряет горные склоны на лыжах, сноубордах и снегоходах. А кто-то просто наслаждается окружающей красотой, восстанавливает утраченный баланс и спокойствие духа. Каждый найдет здесь себя. Пусть Карпаты и не отличаются плодородием, зато отличаются душевностью, которую у этих гор никто никогда не сможет отнять. В теплый сезон здесь лучше отдыхать под открытым небом, ведь только здесь, в горах, можно увидеть такое звездное небо. Карпаты могут быть разными. Целительным местом, где царствует покой, умиротворение, драйвовыми склонами, дарящими ошеломительный запас адреналина и просто уютным, ароматным и гостеприимным домом, куда хочется возвращаться снова и снова. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok